Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или Живия. Сегодня мы закончили все наши дела в ангаре. И, как вы помните, из предыдущего видеоролика мы знаем, что здесь что-то происходит ночью. И сегодня мы узнаем, что именно. И мы постараемся посмотреть по камерам в режиме реального времени и узнать все тайны нашего ангара, что здесь происходит. И у меня есть план, как именно это сделать. Эй, ребят, привет! Что вы делаете? Привет, робот! Да, что-то тебя сегодня целый день не видно. Я был занят. А что вы делаете? Мы тут дела доделаем. Нам надо карбюратор настроить, карпходактер и пробулькать этот радиатор. Чего? Ты несешь какую-то чушь, Вячеслав? Я не несу чушь. Я использую профессиональные термины. Просто ты их не знаешь. Надеюсь, ты помнишь, что скоро ночь, и вам пора домой. Да, я знаю, что скоро ночь. Ну и вот, нечего вам делать ночью здесь. Так что скорее заканчивайте и быстро идите домой. Да, да, да. Я знаю, что нам нельзя тут быть ночью. Я помню. Да, да, да. Ну хорошо, хорошо. Мы скоро уйдем. Даю вам пять минут. Заканчивайте свои дела за пять минут. Да, да. Нам пять минут хватит, чтобы карбюратор настроить. Так, давай быстрее. Что быстрее? Быстрее. Отлично. То, что нужно. Не успеем установить много камер, а поставим только одну. Но. Стой здесь. Я сейчас установлю камеру, чтобы ее никто не увидел. И никто не нашел. Так. Нормально? Пониже чуть-чуть. Так? Да. Хорошо. Сейчас подключу провода. Все сделаю. Отлично. К телефону подключи. Что? К телефону подключи. Да, я подключаюсь уже. И сейчас нужно сделать самое главное. Что еще сделать? У нас времени это пять минут. Уже три осталось, наверное. Смотри. Из прошлого видео мы помним, что киберсолдату нужно здесь над чем-то работать. А чтобы над чем-то работать, нужен инструмент. Поэтому я скидаю весь инструмент в кучу и сделаю здесь ловушку. Вия, что за ловушка-то? С помощью моей ловушки мы заставим киберсолдата снять свой шлем. Сейчас все увидишь. Вия. Да. Это что, взрыватель? Да. И ты приклеиваешь его на скотч? Есть идеи получше. Это безопасно. Вия. Торопись уже. У нас времени нет. Тем более ты хочешь созрывать вы мне гранаты. Это очень опасно. Все безопасно. Вот так. Вот это сюда. Ну и это все тоже нужно сложить вот сюда. Что? Ты, может, расскажешь мне и подписчикам, какой у тебя план, а? Может, я тебя подправлю как-то? Ты что-то не так делаешь, а? Это изобретение я назвал краскопушка или краскобомба, не знаю. Короче. Краскомед? Краскомед. Смотри, я установлю баллончик с краской вместе со взрывателем и гранатой вот сюда, в инструменты. И мы будем видеть, когда сюда направится киберсолдат. И с помощью удаленного детонатора в нужный момент я нажму вот на эту кнопку, и тогда баллончик с краской взорвется, тем самым заляпав ему шлем. Эй, эй, эй. Эй, эй, эй. Ну что? Робот. Ну что, 5 минут уже прошло. Почему вы так долго ели? И вообще, что это вы там делаете, а? А мы ничего не делаем. Как это ничего? Все, мы уходим. Да, ведь оператор? Мы настроили карбюратор. А, не получилось ничего, как обычно. Да. Настрой там сам. Да, 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 разберись там со всем. Как-то это странно. Вот, и... А вы? А мы пойдем. Все, мы уходим, как обычно, на ночь. Давай, удачи, мы ничего не видим, ничего не знаем. Давай, оператор, иди сюда. Какие? Ну куда вообще пришли, ты дурак, что ли? Да ты что, дурак сам, что ли? Мы на складе, недалеко. А то мы не можем пойти? Нет, мы должны быть рядом с нашим ангаром, чтобы, если что, вернуться туда в любой момент. И... Поздороваться с киберсолдатом и роботом? Может быть, нам что-то придется сделать. Может быть, что-то забрать или еще что-то. Короче, я подключаюсь к камере. Пока робота не видно. Но он же должен подойти рано или поздно, да? Они же каждую ночь работают там с киберсолдатом, наверное. Я не знаю, сегодня это выясним. Ну и что, мы целую ночь, что ли, тут будем ждать их? Если придется, туда. О, подожди. Вот, вот робот, он пришел. Вроде бы все в порядке. Судя по всему, он просто осматривается, проверяет за нами. И хочет убедиться, что все готово к приходу киберсолдата. Что он будет делать дальше? Выключил свет. Ну зачем? Энергию экономит. Он просто сел на стул. Видимо, он сейчас будет ждать прихода киберсолдата. Он сидит уже час неподвижно. У меня уже вполне сон, если честно. Ничего не происходит. Ты видел? Он пошевелился. Что он будет делать? Ничего. Он просто дальше сидит. А, подожди, я, по-моему, что-то слышал. Смотри, это киберсолдат. Все, как мы и предполагали. Он пришел к нам в ангар. Что он будет делать? Приветствую тебя, киберсолдат. Все готово, как мы и договаривались. Чистая работа проделана, я думаю. Нет никаких подозрений. Да, это возможно. Они общаются о чем-то с роботом, но мы опять не понимаем ни слова, что говорит киберсолдат. Его речь зашифрована с помощью этого шлема. Возможно, когда он снимет, мы еще сможем записать его голос. Да, эти элементы вон там, как ты и просил. Другая часть необходимых тебе частей находится в той стороне. Я все для тебя подготовил. Что? Этого я, к сожалению, не знаю. Подожди-ка. Он что-то заподозрил или что? Я не понимаю. Понятия даже не имею. Возможно, но я не знаю. О, черт, он идет прямо на камеру. Ну как он узнал? Пронесло. Он просто взял кувалду. Все остальное было где-то здесь. Возможно, он подошел к роботу и спросил про остальной инструмент. А что, кувалды будет недостаточно, что ли? Не знаю. Тогда стоит осмотреться. А, да. Вия все раскидал, как обычно. Да-да, так оно и есть. Робот указал ему, где находится остальной инструмент. Все отлично. Мой детонатор у меня на готове. Нужно подобрать правильный момент. Можешь брать все, что тебе нужно из той кучи. Так. Давай. Давай. Он взял куртку. Сейчас. Детонатор сработал. Да. На него попала краска. И краска попала прямо на шлем. Нужно снять этот шлем. Да-да-да. Робот ему говорит, снять шлем. Снять шлем. Сейчас мы его увидим. Стой, стой. Давай, ты помогу. Стой, давай, я тебе... Что? Черт. Он вышел за кадр. Он за кадром камеры. Он снял шлем за кадром камеры. Я не вижу. Я ничего сделать, блин, не могу. Черт, черт, черт. Может быть, сейчас вернемся в ангар? Надо было несколько камер ставить. У нас не было времени на это, оператор. Всего лишь пять минут. Я эту такую и как успел настроить. Может быть, побежали обратно? Здесь 200 метров бежать. И что мы там сделаем? Сам подумай. Когда у него нет шлема, скорее всего, все системы неактивны. И вдвоем мы сможем его раскидать. Не знаю. Давай посмотрим, что дальше. Мы теряем драгоценное время. Просто робот к нему пошел. Давай скорее. Он к нему пошел. Скорее всего, помогает сейчас очиститься от краски и очистить шлем. Давай пойдем в ангар. Я тебя прошу. И сегодня я не знал, что это так получится. Это очень опасно. А вдруг у него костюм еще работает и он нас как бы раскидает? А так мы... Они хотя бы не знают, что мы следим. Мы можем следить за ними сколько угодно времени, сколько угодно дней. И узнать больше. Черт, ребята, напишите в комментариях, как бы вы поступили на моем месте. На месте нас с оператором. Пошли бы сейчас, когда, по сути дела, киберсолдат попался в нашу ловушку. Или выжидать непонятно чего, как говорит оператор. Ладно, давайте смотреть, что там дальше. Черт, он надел шлем. Он надел шлем и уже вытирается. Прости меня, киберсолдат. Я не знаю, что это такое. Я не принимал в этом никакого участия. Они ругаются. Судя по всему, они поняли, что это ловушка. Ну, тут любой бы, наверное, догадался. Просто так краска сама по себе не взрывается. Да, это я не усмотрел. Ой-ой-ой, извини меня, киберсолдат. Ого, судя по всему, у робота большие проблемы из-за киберсолдата. Киберсолдат в ярости. Но что он ему говорит, я все еще не могу понять. Хорошо, я понял. Я все это исправлю. Судя по всему, я так предполагаю, что киберсолдат сказал, что больше не будет здесь работать, пока робот не разберется со всем происходящим. Наверное, теперь они догадываются о том, что... О том, что мы что-то знаем. Как будем действовать в этой ситуации, оператор? Я не знаю. Блин, ну, надеюсь, робот не поймет, что это мы. Черт, по-моему, робот что-то заметил. Блин, робот точно заметил нашу камеру, и он уже к ней подходит. Вия, запомни, тебе конец. О-оу. Походу, мы в просаде конкретном. Нам срочно нужно придумать какую-то отговорку. Ну, для начала я бы ушел отсюда, а то вдруг робот пойдет нас искать, и он знает про этот склад. Давай свалим. Квей, это нифига не круто. Что? Нам все равно завтра возвращаться в ангар, и надо будет роботу что-то говорить. Сейчас глубокая ночь, и я немножко слабо соображаю. Что-то я не до конца продумал свой план. Стоило реально как-то подумать о второй фазе плана. Типа, ну, наша главная задача была постараться узнать, кто прячется под шлемом киберсолдата, или хотя бы услышать его голос. Мы были так близки к этому, мы почти осуществили эту миссию. Тогда бы все было бы намного-много проще. Я не знаю. Может, скажем, что это кто-то другой поставил камеру? Только так. Но кто мог поставить, кроме нас? А? Не знаю. Там, прыгун, скажем, рептилоид, там, пришельцы. Ну да, кстати говоря, в предыдущем видеоролике мы замечали какие-то странности. Можем спокойно на них слить всю эту фигню. Тем более, робот сам их видел, да? Мы же снимали эту всю информацию с его жесткого диска. Подписчики тоже молодцы, которые написали комментарии, кстати говоря. Они нам очень помогли разобраться с тем видеоматериалом. И сейчас нам тоже нужна ваша помощь, друзья. Поэтому пишите в ваши комментарии, что сказать роботу, чтобы он не понял, что это подстава от нас. Так что обязательно пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать ролики, которые выходят регулярно, специально для вас. А сейчас я пошел спать. Ну не знаю, смогу ли уснуть от таких нервов. Пока, пока, пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...